Если вы хоть немного сомневаетесь во фразе «доброе утро», попробуйте проснуться без будильника. Это прекрасное чувство. А у нас тем временем новый день и доброе утро. Также с сегодняшнего дня буду вести вот такой вот трекер привычек. Пока что внесла 5 основных, которые я хочу внедрить в свою рутину. Это уборка, чистое питание, растяжка, спорт и монтаж видео. И по окончанию дня напротив каждой из них должна стоять галочка. Кстати, можете в комментариях к этому видео написать свои привычки, которые хотите сделать частью своей жизни. И будем таким образом мотивировать друг друга. Вот вам небольшой лайфхак. Если вы хотите приучить себя бегать по утрам, бегайте за завтраком. Например, предварительно найдите рецепт какого-то вкусного завтрака и утром просто побегите в ближайший супермаркет за продуктами. Либо же, как делаю я, бегу в самый дальний супермаркет в моем районе. И кстати, перед нашей пробежкой хочу поделиться с вами маленьким секретом белоснежной улыбки. Я никогда не делала профессиональное отбеливание в клинике. Но ровно 2 года назад я наткнулась на отбеливающие полоски от Rigel. С тех пор они стали незаменимой частью моего ухода за собой. Невероятно простые в использовании полоски дают моментальный результат. А курсы всего лишь из одной упаковки достаточно, чтобы сделать ваши зубы на несколько тонов светлей. Более того, такое отбеливание является абсолютно безопасным и не вредит вашей эмали. А воспользоваться ими вы можете в любое время. На пробежке, в пробке, либо же во время учебы. Действие полосок таково, что спустя 15 минут они полностью растворяются на ваших зубах. И оставляют только приятный мятный вкус. Недавно бренд Rigel объявил акцию, по которой вы можете приобрести целых 3 упаковки по цене одной. Ну а так как количество товара ограничено, советую вам поторопиться и не упустить шанс стать обладателем белоснежной улыбки. Для вашего же удобства ссылку на акцию я прикреплю под этим видео. Ну а мы с вами бежим заниматься, растягиваться и в конце за вкусным завтраком. Отчетность о моих тренировках и питании вы также можете наблюдать у меня в инстаграме. Так что обязательно присоединяйтесь в нашу инстасемью. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь давайте сначала. Привет! Меня зовут Кристина и я очень люблю еду. Люблю настолько, что решила посвятить целую рубрику на своем канале именно ей. Исходя из моих видео вы часто наблюдали, как я пробую различные комплексы тренировок, виды питания, даже диеты. Но за все это время я ни разу не показала и не рассказала, как я питаюсь в обычной и повседневной жизни. За 19 лет я со своим телом прошла очень много стадий взаимоотношений с едой. От любви до ненависти в прямом смысле этого слова. От ограничений, диет до полной вседозволенности. Данный проект будет моей маленькой историей и таким сборником советов, которые пришли в эту голову за 19 лет. В любом случае, я желаю вам приятного просмотра и надеюсь, что данный ролик найдет маленький отклик в ваших сердцах. А мы идем готовить завтрак. Сегодня я решила сделать сладкий завтрак. И пока я буду его готовить, решила ответить на все часто задаваемые вопросы, связанные с моим телом. Твой рост и вес. Мой рост колеблется где-то от 168 до 170. Каждый раз по-разному, поэтому точные цифры я не знаю до сих пор. И второй вопрос, который я слышу, к сожалению, чаще, чем как у меня дела. Сколько ты весишь? Я думаю, глядя на все мои эксперименты, вы заметили, что я никогда не озвучивала свой вес. Но раз мы с вами уже устраиваем такой марафон, я решила подойти к этому вопросу более серьезно. И сделала аналитическое взвешивание. Но его результаты вы узнаете во втором выпуске. Вот такая вот маленькая интрижка. Назови несколько принципов своего питания. У меня существует только один важный принцип. Здоровье. Основная цель, к которой я иду каждый день, это осознанное питание. Сейчас объясню. Например, это когда вы отказываетесь от сахара не потому, что вам посоветовали какие-то друзья, либо знакомые. А когда вы настолько уважаете свое тело, что вы не хотите, чтобы в него попадало это вещество. Когда вы заменяете разное сладкое, выпечку на более натуральные продукты и не чувствуете себя ограниченным. И в целом, когда ваша жизнь не крутится вокруг слов калорий, жиры, углеводы, а сосредоточена на одном вопросе. Что данный продукт даст вашему телу? Я это к тому, что я не ставлю себе никаких жестких ограничений, потому что я понимаю, где есть ограничения, там есть срывы. Я просто стремлюсь к полному пониманию, что попадает в мое тело и какие последствия данные продукты принесут. Например, сейчас я очень люблю мороженое. И я знаю, что там находится куча сахара, непонятных жиров. И я знаю, что это не принесет абсолютно ничего полезного моему организму. Опять-таки, здесь все зависит от вашего уровня осознанности и мне есть к чему расти. То же касается переедания и попыток заесть какую-то эмоцию, когда вы просто не осознаете, где настоящий голод. В общем, для всех этих тем у нас будут последующие выпуски, так что нам будет о чем поговорить. Еще один важный вопрос. Были у тебя какие-то проблемы со здоровьем из-за похудения и как дела обстоят сейчас? Эту тему я более детально подниму в одном из следующих видео, но скажу одно. Я бы никогда не позволила снимать такие видео и тем более давать какие-то советы, если бы у меня на данный момент были какие-то проблемы со здоровьем. Уже несколько лет подряд я регулярно сдаю анализы и проверяю состояние своего организма в целом. Поэтому, когда я слышу острые комментарии в сторону моего питания, по типу, ты мало ешь, у тебя недостаточно мяса в рационе, я просто задаюсь вопросом, а почему я должна что-то менять? У меня прекрасные анализы, хорошее настроение каждый день, повышенная активность и здоровое тело. Почему я должна что-то менять? Каждый организм индивидуален и мне кажется, основная цель это просто быть здоровым и счастливым. Как вы уже могли заметить, для завтрака я использовала цельнозерновой хлеб, мягкий творог и клубнику. Кстати, к каждому приему пищи я буду прикреплять вот такой вот скрин, чтобы вы более четко видели составляющие моего рациона. Сегодня у нас пятница и многие адекватные люди идут встречаться с друзьями, отдыхать, гулять. Мои планы на сегодня это сделать уборку и разобрать гардеробную. И у меня есть две задачи, которые я должна выполнить. Первое это освободить место и второе оставшиеся вещи отвезти в детский дом. Также пока буду убирать, включаю себе на фоне сериал на английском языке. Называется Миллиарды, это уже пятый сезон. Наверное, один из моих самых любимых сериалов. Плюс он снимался в Нью-Йорке, поэтому если вы ищете, что посмотреть, а тем более, если хотите улучшить свой словарный запас на английском языке, вы знаете, что смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok У нас уже 4 часа и я практически закончила разбирать свой шкаф. Я нашла кучу ненужных вещей, я не понимаю, как они так быстро успевают скапливаться, потому что я совсем недавно делала генеральную уборку. Но вообще я хотела вам рассказать, что сейчас я планирую готовить обед. Скорее всего, это будет кускус и креветки, либо же рыба, я еще не определилась. Также задумалась по поводу планов на вечер, потому что я закончила дела намного раньше, чем планировала. Но в любом случае, хочу домонтировать для вас это видео и, возможно, досмотреть сериал. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас на своем любимом балконе и буду монтировать для вас видео. И вообще мне было бы интересно попробовать такой формат видео, когда я сразу снимаю, сразу монтирую, и где-то через день вы видите видео. То есть, чтобы это все происходило в таком моменте сейчас. Не знаю, как вам такая идея наблюдать за моей настоящей жизнью, но я буду безумно благодарна услышать ваше мнение в комментариях. А я иду монтировать. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, сидела я, монтировала видео, никого не трогала, и мне вдруг позвонили мои друзья и предложили встретиться. Честно вам скажу, я сегодня не планировала никуда выходить и хотела сидеть дома, монтировать видео, делать разные дела по уборке. Но с большей частью я уже справилась, поэтому я не знаю, соглашаться или нет. С одной стороны, сегодня пятница, и на этой неделе я закрыла сессию, поэтому было бы логично просто встретиться с близкими людьми и отдохнуть. Но с другой, мне вроде бы как и хорошо дома, и... В общем, я решила, что лето было создано для спонтанных решений, поэтому... Вот таймер, 20 минут. Посмотрим, что я успею за это время. Поехали. С мокрой головой, немного кудрявая, но я справилась даже меньше, чем за 20 минут. У меня осталось еще 22 секунды. Волосы по дороге высохнут, это не столь важно. И идемте провожать вечер пятницы вместе. И вот мой вид в конечном итоге. Видите, это дождь. В этот момент я поняла, что моим волосам высохнуть было не суждено. На ужин у меня был тартар из лосося и авокадо, и заодно я провела невероятно теплый вечер в компании близких мне людей. И уже на следующее утро я продолжила снимать наш марафон. Так что увидимся уже совсем-совсем скоро. Безумно люблю вас, и пока-пока.